Андрейс Курцис Лидери Лидеры Переводчик с латышского обозначен инициалами «э-эс». Читает Евгений Бразуль-Брышковский В качестве эмигранта я получил работу вместе с тамошними уроженцами, Джонами и Джеками, в Мельбурнской скотобойне. Это была крупная и двойная победа после понесенных мною на родине поражений. Во-первых, я одержал победу над своим ужасающим аппетитом. Во-вторых, над душой, которая раньше с невыразимым отвращением отворачивалась даже от витрин мясников. Скотобойня, на которой я работал, доставляла филе, антрикот, почки, мозги и сало для всего города. Человек, в особенности же австралиец, как известно, не в состоянии обходиться без филе и антрикотов, не говоря уже о сале. Поэтому мы, рабочие скотобойни, целыми днями и ночами резали, обдирали и заготовляли товар для рынка. Как все в этой стране, так и эта работа совершалась по строгой, почти тейлоровской системе, напоминая религиозный обряд или ритуал. В обширном загоне, где были устроены также навесы, паслись стада быков, обреченных на смерть. Мы гнали их парами или больше по широкому ходу к закону меньших размеров, откуда узкая щель вела на небольшое возвышение, называемое «мостом смерти». Высевшиеся над этим местом стене торчали концы железных полос с подъемным механизмом, от которого на толстых цепях свешивались вниз железные когти, обладавшие способностью при помощи механизма сжиматься и разжиматься. По ту сторону подъемника в стене находилась дверь, а сбоку от нее искусно замаскированные ворота, назначение которых представляло для меня в первое время загадку. После того, как быки попадали в небольшой загон, им приходилось расставаться и двигаться поодиночке, дальше, к «мосту смерти», минуя узкую щель. Едва животное, отфыркиваясь и храпя, ступало ногой на возвышение, как железные когти, опустившись на спину его, цепко охватывали жертву и приподнимали на воздух таким образом, что животное чуть касалось копытами земли. Одновременно с этим в дверях появлялся мальчуган, который ловко набрасывал быку темную тряпку на глаза. Затем наставала очередь резника, проламывавшего с помощью долота и молотка животному череп. В тот же момент туша подхватывалась подъемником и перебрасывалась на другую сторону стены для дальнейшей обработки. Таков был обычный ритуал, повторявшийся ежедневно. Я был погонщиком быков. Джекам и Джонам казалось, что я пригоден исключительно для работы, точно так же, как, по их мнению, быки могли иметь лишь одно единственное назначение в жизни – быть зарезанными, превращенными в сало и филе, а затем съеденными. Среди обреченных на смерть животных, разумеется, находились и такие экземпляры, которые не желали приближаться к цели своей жизни обычным порядком. Но для таких у нас имелся целый запас различных инквизиционных приборов, предназначенных для причинения боли. Особым успехом пользовались так называемые электрические полена, которыми мы тыкали в бедра упрямым кандидатам смерти, отчего они, словно ужаленные, смычанием бросались вперед. Джеки и Джоны в таких случаях искренне хохотали. Выпадавшие мне немногие свободные минуты я проводил в этом же загоне среди скотины, то валяясь на сожженной солнцем порыжавшей траве, то блуждая под навесами. Однажды мне удалось обнаружить в одном из наиболее отдаленных углов загона особенно опрятно и удобно устроенный навес. Под ним стояло несколько быков, спокойно пережевывавших жвачку и глядевших на меня безразличными глазами. Шерсть у этих привилегированных представителей бычачьего рода была короткая, гладкая, блестящая, когда им надоедало жевать и дремать, они выходили из-под навеса и лениво бродили по загону, развлекаясь время от времени единоборством, никогда, впрочем, не доходившим до серьезного столкновения. Под тем же навесом, но в особом отделении, помещалось также несколько толстопузых баранов и овец, придававшихся часто и без стеснения своим излюбленным забавам. В этом отношении они пользовались обширными правами и моральными преимуществами в проникнутом столь строгим пуританским духом учреждении. Все это возбудило во мне подозрения и вызвало некоторую враждебность к этому привилегированному навесу. Однако прошло несколько дней, и я все еще продолжал пребывать в неведении относительно роли обитателей этого навеса. Наконец, однажды утром, произошел следующий случай. В то утро, как всегда, мы погнали из большого загона на мост смерти стада быков. Случилось так, что скотина на этот раз была особенно крупная и сильная. Мне сказали, что животные доставляются из Новой Зеландии. Впереди стада шествовал великолепный, белый с мелкими рыжими крапинками бык. Он шел, испытывая, поглядывая вокруг себя и как будто о чем-то раздумывая. Время от времени он сердито опускал голову. Когда останавливался вожак, останавливалось и все стадо. Таким образом, не торопясь, он пришел во второй загон. Но от входа в щель, ведшую на мост смерти, животным надлежало двигаться дальше в одиночку. Великан Новозеландец вдруг остановился и бросил угрюмый взгляд в сторону моста смерти. Острый хвост его с враждебным свистом рассек воздух. Затем, понурив голову, он издал глухое, тоскливое, словно ошедшее из самых недр сердца, это мычание. Казалось, что он понял, в какое положение попал вместе со своими товарищами и отказался сделать хоть шаг дальше. Со всех сторон к упрямцу сбежались Джеки и Джоны и, злобно ругаясь, стали тыкать ему в бедра и живот электрическими поленьями. Однако это не помогло. Животное все дрожало, но не трогалось с места. И когда мучители все еще продолжали пытку, оно согнуло передние ноги и, опустившись на колени, застыло в таком положении. Из ноздрей быка текла кровавая слизь. В этот решительный момент в дверях на мосту смерти появился сам мастер Резняков. — Идиоты! — завопил он. — Какого черта вы портите шкуру быка? Сию же минуту выпустить лидера! Остолопы! Один из Джеков со всех ног бросился за лидером. Что это означало? Я с недоумением стал ждать дальнейших событий. Должен признаться, что под словом «лидер» я в то время подразумевал понятие совершенно иного порядка. Немного погодя, я увидел приближавшегося торжественной поступью лидера. Это был бык, в котором я сразу узнал одного из обитателей привилегированного навеса. Подбежав к измученному новозеландцу, лидер обнюхал его с дружелюбным и беспечным видом. И тут, о чудо! Белый великан, тяжело дыша, поднялся на ноги. Тогда лидер двинулся дальше и, затрусив впереди него по направлению к мосту смерти, время от времени дружески оглядывался назад. Новозеландец шагал за ним тяжело и мрачно и вступил наконец на мост смерти. Тут произошло величайшее предательство, какое только мне приходилось видеть за всю мою жизнь. Бросив на своего несчастного соплеменника игривый взгляд, лидер, помахивая хвостом, исчез в воротах, назначение которых до тех пор оставалось мне непонятным, но которые теперь открылись и закрылись точно по мановению волшебного железа. В тот же момент опустился черный подъемник и железные когти, схватив обманутое животное, приподняли его на воздух. Взгляд его был так ужасен, что мальчишка с тряпкой не осмелился приблизиться к нему. Держа долото в руках, резник подскочил к ошеломленному быку и в помещении, где все Джеки и Джоны затаили дыхание, раздался треск ломающейся черепной кости. Все облегченно вздохнули. Остальное совершилось в обычном порядке. Только я с того дня уже не мог обрести прежнего покоя. Особенно волновали меня случаи, когда выступали лидеры. А происходило это, как потом выяснилось, не так уж редко. Не раз выступали также лидеры овец. С дьявольским блением и помахивая своими жирными обрубками хвостов, они без труда вели навстречу смерти своих легковерных товарищей. Чем ближе я знакомился с лидерами, тем больше возрастала моя ненависть к ним. Так это продолжалось еще в течение нескольких месяцев, пока не случилось неизбежное. Прошла зима со своими дождями. На зеленой траве отпечатывались следы кенгуру. Утро были свежие и ясные. В одно подобное утро мы опять погнали на убой стада быков. Во главе стада шел молодой черный бык с белой звездой во лбу. Он был так прекрасен, что классик сравнил бы его с богом древних египтян быком Аписом. Мне он представлялся символом первобытной жизненной силы. Около входа на мост смерти Апис остановился. Но Джеки и Джона, не забывшие еще очевидно неприятного случая с белым новозеландцем, на этот раз даже не пытались мучить свою жертву, а сразу же посылали за лидером. Тут я впервые отчетливо почувствовал, что во мне инстинктивно назрел злонамеренный план. Электрическое полено в моих руках тряслось. Не успел веселый беспечный лидер подбежать к Апису и повсегдашней привычке дружески обнюхать его. Как я не в силах больше выдержать ткнул его электрическим поленом в живот с такой силой, что он раскорячив ноги и отчаянно мыча в ужасе бросился на мост смерти и исчез за своими воротами, оставив на земле бурое пятно. Пришедшие тем временем себя быки с мычанем кинулись назад к большому загону. Разъяренные животные бросались на ограду бойни и, как я впоследствии с большим удовлетворением узнал, некоторым из них даже удалось прорваться в степь. Подобного случая в своей практике не мог припомнить ни один из Джеков и Джонов. Но непосредственным результатом этого случая явилось то, что я в тот же день снова оказался без работы и очутился на том же шоссе с которого явился. Однако в сердце моем царил покой. Позади меня остались лидеры и с ними моя ненависть. напечатано в сборнике «Голая жизнь» альманах революционных писателей Латвии, Эстонии, Финляндии и других. Издательство «Красная газета» Ленинград 1928 год «Она» «Она» тириллю «Она» и «Она» и «Она» и «Она» «Она» «Щу»